Сельские истории Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да Детская площадка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сами жители заводского микрорайона в вопросах благоустройства принимают самое активное участие. Весной и субботник организуют и цветочки сажают. Детская площадка Я не жалею дали и дали, потому что посадили, ну конечно я не знаю, что приживет сану или нет. Вот около того, вот около всех домов, очень красиво у них все, да, не цветы, 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 кломбы такие большие делали, там красиво. Ты сейчас все занимаешься? Делают, конечно, все неправильно, все вот эти стоянки сделали, там воды вот так вот. То есть воды по коленам? Болотники надо. Да. Воды везде, воды стоит, вода, особенно дождь прошел, все, вода так и стоит. Нам делали все канавы, все лазили, да, да. Немножко, наверное, деньги букают, а делают неправильно. Посетовали Майдновские собеседницы и на отсутствие горячей воды. Как оказалось, с ее исчезновением связана целая история, которой уже не один десяток лет. А у нас котельной нету такой, чтобы вода была горячая. Когда только построили, так была вода горячая, и жарко топили, мы открывали форточки. А теперь в основном более расстоят у нас, надо нагревать. Да когда построили, судя по домам-то, их построили очень давно. Ну, а потом что-то обрезали трубы везде, потом хапать ставили начальство семьи, все обрезали. Я 27 лет уже здесь на заводе живу, 27, Валерушке моему было 3 года, как я вот заселилась в этой жизни. Да, да, я еще больше. Сейчас вот, правда, делают у нас электрику-то новую, меняют, да. А бойлеры за свой счет ставили? Конечно. Конечно, все за свой, а как же. Бойлеры и покупали, и ставили. И как давно вы с ними живете? Вода не стала, и сразу, да. Ну, год, два, двадцать. Нет, лет пятнадцать, да точно. Лет пятнадцать. А местные власти ничего не обещают в этой связи? Местные власти там нахапаны, где горячая вода квартиры. Красавин сюда приехал, пожил, смотри, месяц и уехал на ту сторону. Красавин-то. Ну, он тогда, да. В моем доме это. Да, да, да. А за коммуналку здесь дорого платить? Дорого. Сколько примерно? Пять. За трешку я пять плачу. Это все вместе или еще плюс? Со светом. Со светом. Со светом и с газом. А я в общежитии плачу, сейчас скажу. Я бы субтитров. Четыре с половиной. И плюс вода отдельно. Пять. Теперь плюс четыреста рублей. Пять четыреста получается это за капремонт. И мусор теперь еще отдельно. За мусорку. Ты забыла ее. Мусор. За мусор. У нас свет дорого. У нас же все это самое. В общежитии-то у нас же нет газа. Мы живем с плитами, с электрическими. Детская площадка, окруженная рвом, тяжелая работа на абразивном заводе, старые скамейки во дворах, бойлеры, установленные за свой счет и бесконечная вера удивительных местных жителей в светлое будущее. Именно это я увидела в заводском микрорайоне города Дно. Прощались с Еленой и Аллой, как добрые старые знакомые. Напоследок пожелания здоровья и счастья. Какое-то время мой машину провожал местный пес. Бежал и лаял. То ли от радости, то ли по привычке. Для всех жителей заводского микрорайона города Дно звучит песня. А я прощаюсь на сегодня. Через неделю расскажу еще одну сельскую историю. Слышу голос из прекрасного далека Голос утренней в серебряной рассе Слышу голос и манящая дорога Кружит голову, как в детстве карусет Слышу голос из прекрасного далека Он зовет меня в чудесные края Слышу голос, голос спрашивает строго А сегодня, что для завтра сделал я? ПЕСНЯ 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 Я клянусь, что стану чище и добрее И в беде не брошу труда никогда Слышу голос и спешу на Азов скорее По дороге, на которой нет следов ПЕСНЯ 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 В прекрасное далеко я начинаю путь. Редактор субтитров А.Семкин